Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Азад, добрый день. Добрый день. Давайте для начала разберемся. Стрит-арт и графики — это одно и то же? Ну, для того, чтобы разобраться в том, одно и то же это или нет, нужно понять вообще, что обозначают эти термины. То есть, что означает термин граффити и что означает термин стрит-арт. Начнем с термина граффити. Если мы обратимся к, так скажем, вообще появлению этого слова, к терминологии, то это происходит от итальянского слова «граффита», то есть «царапать» и обозначает любую надпись, нанесенную любым способом, в том числе выцарапанную и нанесенную любыми красками на стену. Соответственно, с точки зрения этого термина, любая надпись на стене, любое изображение, любой рисунок — это будет являться граффити. В современном мире под термином граффити, конечно, подразумевают так называемый «спрей-арт», то есть это есть отдельный термин. Имеется в виду изображение, нанесенное непосредственно, используя аэрозольные баллончики, то есть это вот современное понятие граффити. Теперь поговорим про стрит-арт. Тут существует, на самом деле, очень много мнений, и я вам расскажу, наверное, про такой общепринятый термин, что такое стрит-арт. Стрит-арт подразумевает под собой, скажем так, некое такое урбанистическое искусство, то есть выполненное что-то на городских улицах. Имеется в виду изображение, рисунок, инсталляция. Под стрит-артом подразумевается изображение, которое затрагивает какую-то остро-социальную или политическую тему, или обыгрывает какую-то злободневную тему. Если же, например, граффити может не нести никакой смысловой нагрузки, может быть, просто каким-то изображением, надписью, иногда даже просто узором, или картинкой, которая вообще никакой смысл не несет, то стрит-арт подразумевает под собой некую все-таки смысловую нагрузку. Эти термины могут переплетаться, потому что граффити может нести тоже какую-то смысловую нагрузку, затрагивать какую-то социальную тему. Таким образом, термины как и переплетаются, так и могут расходиться, то есть частично, скажем так, взаимосвязаны. Ну, как-то так, надеюсь. А по вашему мнению, граффити должно выполнять социальную функцию? То есть привлекать внимание общественности к какой-либо проблеме или вопросу? Тут, скорее всего, зависит от каждого художника. Я как-то не задумывался об этой проблеме. Ну, если мы возьмем ваше творчество? К сожалению, в моем творчестве очень мало примеров такой непосредственно авторских работ, то есть больше, наверное, какие-то коммерческие. И если это какая-то авторская работа, я не затрагиваю какие-то острые политические, социальные темы. Я даже скорее избегаю их, то есть рисую просто в свое удовольствие. Если мы возьмем ваши последние работы, поскольку я знаю, например, это вот 30-метровая девочка, и те граффити, которые появились в московском районе, которые там Эхтерам и ВРГ, все-таки здесь что вы хотели выразить? Если говорим про, скажем, девочку, которая с 30-метровой слейкой, то тут скорее был, ну, это как стрит-арт скорее, то есть взаимодействие. Забыл сказать про то, что стрит-арт подразумевает под собой взаимодействие окружающей среды городской и изображение, которое наносится. То есть когда, например, некая локация и совместно с рисунком они начинают вместе взаимодействовать и совместно образуют некий объект. Таким образом, вот, при рисовании как раз девочки слейкой мы использовали вот этот метод. Там растет дерево непосредственно перед зданием, где нарисована эта девочка. И с определенного ракурса, ну, мы старались, чтобы это максимально просматриваемый ракурс был, это с дороги, пока едешь, с восстания, она просматривалась так, как будто девочка поливает как раз дерево. Собственно, это была главная задумка и ничего суперособенного здесь не было. Если говорить про тему, которая затрагивалась в другом граффити, это вот последняя моя работа, тема добра. Тут была цель украсить такую серую невзрачную стену, превратить ее в нечто яркое и доброе. То есть люди даже в процессе создания этой работы, проходя мимо, просто подходили ко мне, говорили, очень здорово, нам очень нравится, и нам просто приятно теперь здесь проходить. То есть цель была для того, чтобы сделать эту работу, для того, чтобы людям было просто, как скажем, приятно видеть это и вызвать какие-то эмоции у людей добрые. Ну, собственно, такая задумка. Нет какого-то там суперсекрета. Ну, не могу сказать, что с моей точки зрения граффити очень удачно. Что первое, что второе. Очень яркое и позитивное на самом деле. Спасибо. Ну, немножко должен уточнить такой момент, то, что разделяют граффити легальное, нелегальное и коммерческое. То есть вот этот момент нужно оговорить, потому что сейчас, если будем дальше продолжать вести диалог, в таком ключе может быть немножко непонятно, потому что есть люди, которые занимаются исключительно нелегальным граффити, то есть они не преследуют каких-то высоких целей, и их задача просто как можно максимальное количество рисунков нанести в максимально просматриваемых местах, и они не носят никакой смысловой нагрузки, кроме как просто заявить о себе, как о художнике. Подразумевая легальное граффити, я как раз имею в виду подобные работы, которые делаю я. Это коммерческие работы. Если говорить про коммерческие граффити, то они, как правило, выполняются с целью благоустроить или оформить некое пространство и могут с собой нести какую-нибудь социальную составляющую, то есть, как, например, в последней работе тема добра, семьи, любви, взаимопонимания, взаимопомощи, либо просто быть элементом оформления этого пространства как декор или там задний план просто. Вот как-то так, наверное. Это разные понятия, то есть нелегальное граффити, коммерческое граффити. Эти термины надо разграничивать. Вот давайте возьмем ваши последние проекты. Сначала про девочку Миру. Что интересно, меня позабавило, что это татарская девочка, татарка, ее имя Мира. Тут было голосование жителей города или жителей района. Я точно не помню, я сам не участвовал в этом голосовании. Там было несколько вариантов. Люди предлагали, насколько я знаю, свои варианты и выбрали наиболее популярный вариант ответа. Поэтому тут уж не знаю, как люди выбрали. То есть это не зависело ни от меня, ни от администрации. А как зародилась идея именно этого проекта? Идея была продиктована, идея зародилась у администрации Киркского Московского района. То есть у них давным-давно вроде как была такая идея сделать некий интересный такой стрит-арт, где был бы не просто рисунок, а некое взаимодействие с окружающей средой. И вот эта идея, она показалась им самой удачной. Мы решили ее воплотить в жизнь. То есть они вышли на вас? Нет, на самом деле обсуждался проект, насколько я знаю, с разными художниками, но почему-то решили работать со мной. Ну вот решили вы, что вы создаете этот проект. Что происходит дальше? Далее происходит подготовка эскиза. То есть есть идея, насколько многие знают, что идея как бы не новая. Это была использована идея, по-моему, чешской или европейской художницы была взаимствована идея. За мной стояла цель доработать эскиз, сделать его, адаптировать под наши местные реалии, скажем так вот. Особенно там национальную тематику затронуть. То есть я дорабатывал эскиз, доставлял как бы на согласование его, начиная от администрации и заканчивая главными архитекторами города. И там всеми структурами, весь этот эскиз, все согласуют этот эскиз. И как только он утвержден, мы его рисуем. Сколько времени заняло? Технически мы потратили четыре дня, но это затянулось на неделю. То есть мы делали перерывы из-за погодных условий. То есть нам очень сильно мешал дождь. А первый день, когда мы приехали уже носить рисунок, выяснилось, что автовышка не дотягивается до самого верха здания. И нам просто пришлось один день пропустить из-за того, что нам пригнали не ту вышку, которая нужна. И на следующий день искали более высокую. И начали только со второго дня, получается. То есть минус один день. Там были очень сжатые сроки. Это было очень критично. И я переживал, что мы не успеем. А с какие несложенности мы сейчас столкнулись? Так, ну сложность, вот я сказал, погодные условия. И самая была, наверное, такая, ну, большая проблема. Потому что автовышку как-то решить можно. А погоду ты не можешь ей диктовать, когда дождью идти, когда не идти. И очень сильно мешал ветер. Потому что автовышка раскачивается. И на ней просто опасно работать. А так, в принципе, больше сложностей не было. Ну, разве что могли не успеть привезти краску в казань. Потому что иногда бывает, не существует просто такого объема краски, который необходим на какой-то проект. Вот, к слову, сколько баллончиков краски уходит? Так, ну, я, если честно, подсчеты прямо конкретные не ввел. Но если брать среднестатистический такой подход, то где-то на один квадратный метр уходит, ну, полтора-два баллончика краски. То есть около двухста баллонов может быть. Не знаю. Примерно. А вообще в Казани у нас есть какие масштабные работы? Да, конечно, есть. Очень много таких работ было создано во время фестиваля Like It Art. Возможно, помните, такой фестиваль проходил в Казани. Не помню, к сожалению, какой год. По-моему, 2011 или 2012 год. Было оформлено очень много фасадов по Чистопольской улице и вообще по всему городу были сделаны очень много таких крутых работ. Причем приезжали ребята со всей планеты, не только из России. Это был супер, как бы, проект. И вообще, когда ко мне приезжают друзья из других городов, говорят, что у нас в Казани примеры таких работ, которые нигде в России, в принципе, не встретишь. То есть рисовали такие художники из такого уровня, которые в Россию, в принципе, там ни разу не приезжали. И вот они приехали в Казань. Это был такой очень значимый проект. Какие, например, графики? Проект. Ну, я могу вам назвать несколько. Ну, это Этом Крю, как раз на Чистопольской, там такой парящий дом рисован. Это тоже очень крутая команда. Кактус и Мария рисовали на космонавтов. Работа, кстати, которая вызвала очень много такого общественного резонанса, где девушка была изображена с головой барана или овцы. То есть многие возмущались по этому поводу. Хотя работа с точки зрения искусства выполнена просто суперпрофессионально и задумка очень крутая. Ну, народ просто любит придираться ко всяким деталям и придумывать какие-то свои мнения. А если возьмем проект с графики «Добро и уважение», это была чей-то инициатива? Ну, это тоже, естественно, инициатива администрации, которую, я думаю, поддержал бы вообще любой человек. То есть это 100% такая удачная идея. А сам эскиз вообще вы придумали? Да, эскиз разрабатывал я. В данном случае уже мне просто задали, скажем так, вектор направления. Это тема добра, как раз и любви, семьи, заботы и так далее. И я уже просто подбирал. Там было сделано очень много вариантов. Мы очень долго согласовывали эскиз. Вот конкретно на этом проекте было сделано, ну, я не знаю, ну, может, штук 10 вариантов. То есть они прорабатывались. И мы остановились на одном из самых более-менее удачных. И его уже дорабатывали детально. Это вот сколько времени прошло от того, как вы… С момента идеи до момента воплощения прошло где-то, наверное, месяца 3-4. То есть и самая большая часть времени была потрачена как раз на разработку эскиза. То есть и согласование, да. Сама работа выполнялась в течение 3-х недель. Возможно, было бы быстрее, но тут уже тоже опять я зависел от погодных условий. Я попал на как раз такую осеннюю погоду. Предыдущие вы сказали, что это за 3 дня сделали? 4 дня. За 4 дня. А это 3 недели? Объясняется все, ну, разница в скорости выполнения работы, объясняется в уровне детализации работы. То есть если мы возьмем девочку Миру, то там, ну, детализации по минимуму. То есть там очень большие, обширные площади, которые просто закрашиваются одним цветом, и их можно красить очень быстро. Если говорим про граффити Добро, то тут очень много детализации, очень много мелких элементов, очень много персонажей. И все эти элементы очень разрозненные, разнообразные. Вот их прорисовка занимала очень много времени. А материалы, которые использовались, при нанесении одинаковые, там и там вообще? Да, абсолютно одинаковые. Какие материалы используются? То есть они как-то отличаются друг от друга? Да. Мы используем наши отечественные разработки. Это варанишская краска, Артон. Вот я, собственно, ею пользуюсь себя. Ну, все-таки не могу не сказать, что все-таки какую-то социальную функцию ведь граффити выполняет, особенно учитывая вот этот ваш последний проект. Ну, тема Добра и Мира, она все-таки находит отклик в сердцах людей. Я думаю, да. Просто смотрела комментарии людей по поводу этих граффити, построгается и отмечает как раз-таки тот позитив, который включает эта картинка. Ну, я думаю, я согласен на 100%. Давайте вернемся на несколько лет назад. И расскажите, пожалуйста, как вы вообще к этому пришли, как вы познакомились с миром граффити? Так, ну, впервые граффити я, наверное, увидел в начале 2000-х. Это был как раз 2000-й год. Мы тогда с семьей жили в Москве. И Москва, как известно, впереди планеты всей по уличной культуре особенно. И там я увидел первые самые примитивные примеры, но тогда они были очень крутыми. Меня это, естественно, впечатлило. Я подумал, что вот это тот вид искусства, которым я хочу заниматься. Вообще, на тот момент я уже рисовал. То есть я учился в детской художественной школе, рисовал акварелью, маслом, акрилом. Но это как-то не цепляло, не впечатляло. И вот когда я нашел именно граффити, я понял, что это то, что мне нужно. Первую работу я сделал, конечно, спустя много лет. И слава богу, то есть я просто, наверное, не нашел, где купить краску. Но уже чуть позже в Казани, я учился в институте, где-то в 2010 году, наверное, я разрисовал отцовский гараж, ну, чтобы не испортить что-то другое. Думаю, ладно, лучше на своем. Отец не ругался? Да нет, он поддерживал и всегда поддерживает этот вид моей деятельности, вообще любую деятельность, которой я бы не занимался. Ну, получилось на самом деле ужасно. И я думал, что я больше никогда не возьмусь за баллончики, потому что мне казалось, что это очень легко и все так делается само собой, там наполовину автоматически рисуется. Но ничего подобного. Оказалось все гораздо сложнее, чем я себе представлял. Я действительно думал, что я больше, наверное, не буду пробовать даже трогать баллончики, но желание рисовать было сильнее, я начал практиковаться. Все-таки это желание, не хрит обстоятельства? Ну, мне очень нравилось, конечно, да. Хотя это было очень тяжело, я подумал, что... Ну, я понял, что можно как бы развить навыки и преодолеть как бы какие-то проблемы. А ваше вызывание, оно было с какой-то творческой составляющей? Тут, наверное, действует такой принцип, как, наверное, у многих, кто занимается граффити, то есть многие граффити-художников, это такое базовое желание заявить о себе как о художнике. То есть это вообще основа всего граффити. С этого, собственно, и началась история граффити, с желания заявить о себе как о художнике. Не важно, что ты там рисуешь, достаточно просто писать свой псевдоним. Собственно, с этого все и начинают. Я вот общаюсь с многими российскими художниками. Кого не возьми, все начали писать свой псевдоним просто не с какой-то там суперсложной целью, а просто с целью, чтобы это было. И потом уже кто-то дошел до более каких-то сложных вещей, кто-то начал рисовать, разрисовывать фасады какие-то, затрагивать сложные темы. Кто-то до сих пор рисует шрифты. Я вас спросила о вашем образовании. А, да? Оно было связано с творчеством? Или это было кто-то... У меня высшее экономическое образование. Я закончил КГФИ. Это не связано, явно не связано с творчеством. Вот. Вообще, общаясь с людьми, которые учатся в архитектурном институте, в любых художке, в творческих вузах, я просто ловлю себя на мысль, что я вижу, что у этих людей убили желание рисовать. Они просто ненавидят рисование. То есть во мне хотя бы осталось как бы желание творить. Может быть, я чего-то и не умею, каких-то чисто технических вещей. У меня нет просто этих навыков. Но, как минимум, благодаря моему желанию рисовать, я могу научиться этому. Ну, вот, насколько, может быть, вы знаете, я веду курсы граффити. И ко мне тоже приходят люди, которые учатся или там уже окончили художку. Когда доходит дело до рисования персонажей, это для них просто тяжкое задание. Они уже не хотят просто это делать. А те, кто пришел без каких-либо опытов, для них все вновьем, им все интересно, им хочется рисовать. И зачастую именно вот эти люди как раз показывают более высокие результаты. Ну, такой парадокс. То есть вам удалось превратить ваше хобби в заработок? Да, однозначно я еще хотел сказать, что современное искусство вещь такая, что тут скорее не то, чтобы нужно уметь рисовать, а нужно уметь себя продвигать, как, наверное, больше маркетолог. И к вопросу о том, удалось ли превратить хобби в заработок, да, однозначно. То есть это из какой-то попытки порисовать баллоном, далее переросшее в какое-то увлечение и хобби. Это теперь превратилось в полноценную работу. То есть я только этим и занимаюсь, и на этом зарабатываю. Давайте поговорим о граффити-культуре. Граффити-культуре у нас в Казани. Как вы можете вообще оценить уровень развития? И стрит-арта, и граффити, раз мы разграничим эти два понятия. Так как я бывал и бываю часто во многих российских городах, начиная с Москвы и Питера, заканчивая, я бывал даже в Норильске с мастер-классами по граффити, могу сказать, что Казань на самом деле находится далеко не на первых рядах в плане граффити и стрит-арта. И даже, наверное, занимает какие-то отстающие позиции. Не знаю, в чем здесь причина. Но вот последние годы только картина меняется в положительную сторону в плане граффити и стрит-арта. То есть когда муниципальные власти идут навстречу художникам и позволяют, скажем так, реализовать свои какие-то творческие задумки в плане граффити и выделяют целые фасады или какие-то объекты для рисования. То есть раньше такого вообще не было. Если взять, например, Перми и Екатеринбург, это города, которые борются за звание столицы стрит-арта, то там граффити и стрит-арты просто выше крыши. Как только заезжаешь в любой из этих городов, там просто невероятное количество и стрит-арта, и граффити. И оно настолько все там плотно расположено, что порой просто даже можно уже не разграничивать эти элементы. Что касается Казани, опять, наверное, вернусь к вот тому фестивалю, про который я уже сказал, Like It Art. Вот, наверное, только за счет него был очень мощный скачок в Казани по стрит-арту и граффити. То есть появились достойные примеры работ, как я вот уже ранее сказал, то, что приезжают друзья и удивляются просто то, что у нас есть такое. Но при этом их также удивляет очень такое малое количество граффити в целом в городе. То есть есть какие-то объекты, которые были реализованы в рамках какого-то фестиваля или были выполнены там на коммерческой основе. Но вот именно такого стрит-арта живого и уличного граффити, его практически в Казани нет. Не знаю, с чем связано. Вы вообще не знаете? Нет. Интересно. Это, да, такой парадокс наш местный. Ну, Казань в целом вообще по многим параметрам отличается от российских городов. То есть тут я не эксперт, но это факт. А как в Казани общество относится к такому искусству? Ну, тут опять, да, тут надо опять разграничить эти два понятия, легальное граффити и нелегальное. То есть, понятное дело, что граффити, которое нелегальное, где кто-то просто нарисовал свой ник, там написал шрифт и ничего более, естественно, это не вызовет ни у кого каких-то добрых эмоций, типа, что ты тут нарисовал-то, что это такое вообще? А когда ты рисуешь какое-то, ну, скажем так, изображение, где есть некий смысл, где затрагиваются какие-то темы, естественно, это вызывает у людей определенные эмоции. Ну, тут у казанских, наверное, жителей более такой обывательский взгляд, то, что вот остро реагирует на какие-то проявления творческой фантазии художников, как вот я уже приводил пример, где рисовали девушку в образе барана или овца. То есть народ очень остро реагирует на такие вещи, которые он не понимает с обывательской точки зрения и приветствует какие-то простые вещи, типа, вот, там, цветы, природы, там, изображения видов Казани. Это всем нравится. Ну, как-то так. А конкретно о ваших работах как отзывается? Вы получаете, не знаю, комментарии в социцах или вообще? Да, разные, на самом деле, комментарии. Вот, довольно такая резонансная такая работа была. Это, может, знаете, Мона Лиза на Баумана нарисована. То есть тут мнения разделились. Кто-то говорит, что это прикольно и интересно, а кому-то непонятно, почему Мона Лиза с айфоном. Могу, например, рассказать о реакции зарубежных, так скажем, товарищей. То есть приезжают люди или видят у меня в Инстаграме друзья, приятели из Европы. Они говорят, что это просто невероятно круто. Это очень правильный пример стрит-арта, искусства. То, что это вот то, что нужно для города. А кто-то, допустим, из местных относится с непониманием, что ну почему так, зачем. Ну это какой-то личный... А вы что хотели донести? А я ничего не хотел донести. Эта работа, это исключительно коммерческая работа. То есть это требование заказчика, который владеет этим зданием. Это как бы его здание, его требования. Он там мог нарисовать все, что хотел. То есть это была... А на ваш взгляд? На мой взгляд, это просто такой, назовем это так, ну типа прикол. То есть что-то интересное, что-то вызвать какую-то эмоцию у людей. Как это называется? Когнитивный диссонанс. То, что Лиза с айфоном, что? Ну, людям интересно. То есть равнодушных практически не остается. Только те, кто случайно мимо прошел, не заметил. Обычно люди либо улыбаются, либо говорят, что это такое, либо начинают фоткаться или фоткать это. У меня почему-то в голове возникает этот вот образ в 21 веке, когда человек постоянно... С телефоном? В айфон. Ну, да. Все-таки какая-то ассоциация с этим есть? Ну, возможно, да. То есть такая современная... Может быть, автор заказал все-таки что-то, что ты это хотел донести. Возможно. Индей. Вы можете с ним отдельное интервью провести. Это очень интересный персонаж. Потом расскажу. А конкретно для вас, что такое граффити? Что для вас? Какое место она занимает в вашей жизни? Даже на такой вопрос очень сложный. Не готов. Так. Ну, граффити в моей жизни однозначно занимает одну из основных позиций. То есть это, не знаю, мое хобби, моя деятельность, мой заработок и то, чем я постоянно занимаюсь. То есть, ну, грубо говоря, граффити – это моя жизнь. То есть и она будет плотно присутствовать на протяжении, я считаю, всей оставшейся моей жизни. Я очень хочу этим заниматься, хочу развиваться в этом направлении. Вот. Хочу, конечно же, больше делать авторских работ, нежели чем коммерческих. Ну, вот пока по возможности, как получается. Какие-то уже планы строите? Ну... Я имею в виду в будущем, вот в ближайшем будущем какие-то граффити собираетесь? Ну, да, однозначно. Ну, тут, наверное, как у любого человека, и особенно у человека, который занимается творчеством, планы всегда грандиозные. Хочется сделать многое ярко, суперкруто и масштабно. Ну, как можно больше самых невероятных работ сделать. Ну, тут уже как получится. Зависит от того, насколько сильно я буду над этим работать и как я это реализую. Ну, конкретных каких-то задумок нет. То есть я суперстратегическим планированием не занимаюсь. Как пойдет. То есть все происходит стихийно. А вообще какие сейчас тренды в граффити, если они вообще есть? Ну, да, хороший вопрос. Особенно последнее уточнение, то, что трендов как таковых, в принципе, не существует. Потому что каждый рисует то, что вот он считает нужным. Есть, например, художник, который постоянно рисует именно на политические темы. То есть он постоянно рисует, я не знаю, Трампа, Ким Чен, Путина и так далее. Мне эта тема вообще, например, не интересна. Я их не рисую и рисовать не буду. Кто-то рисует пончики и мороженое. То есть кто-то рисует автомобили, кто-то рисует какие-то социальные темы, кто-то рисует, я не знаю, из, скажем так, на какие-то злободневные темы. Ну, тут нет никаких трендов. И тренды как бы тоже такие стихийные. То есть для каждого художника свои. А стили, техники? Вот раньше, когда граффити только-только появлялся, это вот, там, наверное, 80-е, 90-е годы, насколько я знаю историю граффити, тогда были четкие разграничения в стиле граффити. То есть были даже разграничения в шрифтах. То есть какой-то шрифт был, вот этот стиль, там, пусть будет, там, bubble letter, то есть это такие выпуклые буковки. Какой-то стиль назывался wild style, то есть дикий стиль, максимально трудный для прочтения стиль. Или там character style, то есть подразумевал рисование персонажей. То есть сейчас все эти рамки и границы очень сильно размыты, и практически уже нет каких-то конкретных стилей. Можно подразделять, наверное, на те же шрифты, там, какие-то мурал-арты, это, то есть когда разрисовывают фасад. Ну, каких-то прям конкретных уже, там, суперспецифических стилей не существует. То есть все настолько условно. А свой стиль вы как-нибудь не любили писать? Я думаю, что он еще не появился, не сформировался настолько, чтобы его как-то описывать. То есть, ну, он. И вообще можно сказать то, что художник на протяжении всей своей деятельности работает над своим стилем. И, я не знаю, наверное, мы сможем поговорить об этом через какой-то... Но какие-то все равно особенности есть, можно же как-то описать. Да, ну могу сказать, например, то, что вот исключительно авторские работы, ну, в последнее время я часто рисую иллюстрации, они очень похожи на комиксный стиль. То есть это когда используются четкие черные контуры, черные суперчеткие тени. То есть, ну, такой комиксный стиль. Это, наверное, мой стиль. Иллюстрации к чему вы рисуете? Я вот, да, смотрела, это на такой граффити. Да, цифровое искусство, да. И еще что-то делаете? Да просто для себя, так, для развлечения. Цифровое искусство или как вы сказали? Ну, это рисуется в фотошопе, то есть это называется digital art, если по-правильному называть. То есть это рисуется на графическом планшете, рисуется все на компьютере. Вот. Как-то так. А откуда вы берете вдохновение? То есть если они похожи на комиксы, возможно, вы читаете эти комиксы или как-то берете? Да нет, мои работы больше... Ну, вот именно те, которые авторские, которые я сам выдумал, они больше похожи как просто некая локация, где как будто бы что-то либо уже произошло, либо сейчас будет происходить. То есть это как некая такая атмосферная работа. То есть там нет персонажей, там нет каких-то на данный момент происходящих событий. Это просто некая локация. Ну, я вам примеры потом скину, покажу. Хорошо. А можете назвать своих кумиров, художников? Так, кумиры, художники. Если говорить прям конкретно про художников, живописцев, то я огромный фанат чешского художника Альфонсо Мухи. Вот это такой был художник. Мне очень нравится его работа. Вот я прям такой фанат. Если говорить про граффити, мир граффити, то могу назвать, наверное, тех... Ну, есть очень крутой художник австралийский Софлис. Удалось с ним тоже пообщаться и видеть его на одном из московских фестивалей. Очень крутой, невероятный художник просто такого мирового уровня. И европейский художник Буги, тоже очень классный чувак. Их работы мне очень нравятся. Сказали, что сначала делаете эскиз, потом это все согласовывается, потом уже приступаете к работе. Бывает ли так, что вы импровизируете? Да, бывает. Но это, как правило, некий элемент уже в готовом эскизе. То есть, например, если вернемся к конкретной работе, например, «Девочка мира», эскиз был согласован... Ну, как я уже сказал, у нас были очень сжатые сроки. Эскиз был согласован очень быстро и рисовался там очень-очень быстро. И условно, там, схематично был накидан. То есть, было условие, что она должна быть в татарском национальном костюме. И я просто не успел его дорисовать. И какие-то узоры, татарский орнамент я уже просто дорисовывал непосредственно на фасаде. Ну, там, подглядев где-то в книге какой-то с татарскими узорами. Просто запомнив какие-то основные движения. Вот. Ну, в принципе, получилось. И так часто происходит. То есть, практически в каждой работе иногда эскиз может, там, немножко не состыковаться со стеной. И приходится уже дорабатывать какие-то вещи уже непосредственно на стене. И смотреть, как это будет более удачно смотреться уже на данном месте. То есть, важно выбрать место для графики? Ну, однозначно, да. Это, как бы, самый, наверное, ключевой момент для создания работы. То есть, если мы говорим о какой-то, там, официальной, там, легальной работе коммерческой, то это должна быть, ну, там, максимально просматриваемое место, где проходит максимальное количество людей. То есть, это либо какая-то центральная улица, либо чтобы это просматривалось с дороги. Вот. А на ваш взгляд, какая ваша самая успешная работа? Так, ну, я буду оптимистом и скажу вам, что, наверное, она еще не создана. Самая успешная работа. Это для себя чувствовал? А? Да. Я думаю, тут это вопрос, скорее, наверное, для человека, который уже много-много лет работает в какой-то сфере и может посмотреть на свою жизнь и деятельность в целом. Я пока не могу на такой вопрос ответить. И такой вопрос, когда тренд граффити сойдет на нет? Я уверен, что тренд граффити никогда не сойдет на нет. Он, точнее, не сойдет. Все просто. Говорят, чтобы узнать будущее, достаточно посмотреть на прошлое. То есть, если мы возьмем прошлое граффити, то оно начинается с 30 тысяч лет до нашей эры. То есть, первый пример граффити – это как раз наскальная живопись. И если мы пройдемся по всей истории человечества, то мы увидим, что граффити плотно присутствует на протяжении всей жизни человечества. Соответственно, раз оно занимало такую значимую роль в жизни человечества, то и сейчас оно точно никуда не попадет. Более того, в современном мире граффити набрало настолько высокие обороты, и мне кажется, он точно не будет сбавлять. Сейчас создаются такие масштабные, мощные фасады с помощью этого вида искусства, и никуда оно точно не денется, даже независимо от технологий. То есть, на ваш взгляд, какую роль играет граффити в создании ландшафта? Так, если мы говорим про какую-то городскую среду, то однозначно граффити носит ключевой характер, я считаю. То есть, тут опять нужно разграничить два понятия. Если мы говорим про нелегальные какие-то работы, которые были созданы стихийно и случайно, или даже носят какой-то вандальный характер, то это однозначно будет влиять на окружающую городскую среду как негативный фактор. То есть, люди будут воспринимать это место как какое-то заброшенное место, как не очень по-хорошему будут воспринимать, что это место запустили, не уследили за ним и так далее. Если мы говорим про граффити как элемент благоустройства какой-то среды, то, естественно, это будет восприниматься позитивно. Вот вы сами говорили, что люди в комментариях оставляют только позитивный отзыв. То есть, исходя из этого, можно сказать, что граффити, его формирование ландшафта и дизайн города будет носить один из ключевых ролей. А вы преследуете цель остаться здесь, в Казани, и развивать здесь граффити культуры? Вы сказали, что сейчас Казань занимает отстающие позиции. Ну, так громко сказано, конечно, то, что Казань занимает отстающие позиции. Я все-таки сказал то, что в последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону, то, что мы на самом деле сейчас уже набираем обороты. Да, конечно, хочется в своем родном городе сделать как можно больше для развития этого искусства, именно с позитивной точки зрения. То есть, я ярый противник нелегального граффити, я не занимаюсь этим и никому не рекомендую. Я за создание больших, качественных, красивых работ, несущих какой-то социальный смысл, чтобы это было приятно людям и всем нравилось. На какой текстуре сложнее работать? На кирпиче, бетоне, может, еще какая-то текстура есть? Да, кстати, хороший вопрос. Одна из самых сложных поверхностей с точки зрения нанесения граффити – это кирпич и бетон. То есть, ввиду своего состава они начинают впитывать краску, и если не обработать стену перед нанесением рисунка, то рисунок может полностью весь впитаться и быть таким полупрозрачным, либо его будет очень сложно наносить. Поэтому бетон, кирпич и разные поверхности обрабатываются по-разному, наносится грунтовка, иногда в несколько слоев, иногда даже закрашивается стена, чтобы перед тем, как рисовать какой-нибудь в один цвет. Иначе невозможно. А пожелаете еще что-нибудь юным художникам, которые хотели бы себя проявить в граффити или в стрит-арте? Я бы, наверное, даже больше сказал, что вообще в творчестве тут важно не стесняться самого себя, не бояться каких-то трудностей и продолжать творить, несмотря на то, что вам говорят окружающие, несмотря на то, что вообще происходит вокруг вас. То есть если есть желание работать, рисовать и творить, то нужно этим заниматься, несмотря ни на что. Такое желание. А все остальное, оно как бы само собой произойдет. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан Информационное агентство «Татаринформ» Информационное агентство «Татаринформ»